Как же вы за***ли со своим коронавирусом! Занимайтесь иммунитетом! Я вам последних 6 лет говорю, бегайте! Привет, друзьяки! По новостям. Сейчас коронавирус всех просто разорвет на части. Кроме меня. И знаете, в чем секрет? Iron Business Space. Что это такое? Украина на грани дефолта! Все подслушали Гончарука и там дыра 50 миллиардов. Вы не о том думаете. Надо коррумпировать кого-то. Как бы это факт. Основная проблема в том, что кредиты не выдаются. О чем вы вообще разговариваете? Кредитования нет. Привет, ребята! Решил поэкспериментировать немножко с новым форматом. Поэтому пишите, что вы по этому поводу думаете в комментариях. Если зайдет, то будем развивать. По новостям. Самая главная новость, которая сейчас разрывает инфопространство. В силу того, что я папа, я не могу об этом не слышать. Это коронавирус, распространение коронавируса. Эти кадры больше похожи на фильм «Катастрофа», но китайский апокалипсис – самый, что ни на есть настоящий. Три новые випадки зафиксировали у Соединенных Штатах. И сегодня Украина заборонила авиасполучение с Піднебесной. Вообще число инфицированных к этому часу уже почти 12 тысяч. Канцкий коронавирус еще не показал себя на повну потужность. Что я думаю по этому поводу? Первое. Страхи о его кончине слишком преувеличены. Помните, какую классика? Думаю, что если заботиться об иммунитете, если при первых признаках идти к доктору, делать анализы, если беречь своих детей и себя, то все будет окей. Три года назад эпидемия свиного гриппа. У нас кто-то первый заболевает. Мы едем, делаем анализы, и оказывается, что результат позитивный. Вуаля едет, покупает на 250 долларов темифлю. Там было много скандалов. Темифлю кто-то завез, кто-то продал, кто-то дороже, кто-то дешевле. Просто в аптеку. И всем раздает. Сразила у нас всех, кроме меня. И знаете, в чем секрет? Бег. Бег. Как сон, иммунитет, движение, обмен веществ. Я, по-моему, одно колесо принял профилактически, а может быть и нет. Но даже мой папа, который за 40 лет своей трудовой практики ни разу не был на больничном, заболел. Что я вам рекомендую? Первое. Берегите друг друга. Второе. Заботьтесь о своем иммунитете. Третье. Двигайтесь. Двигайтесь. И еще раз двигайтесь. Поменьше смотрите вот этой всей хрени. Она нагнетает немножко обстановка. А лучше сконцентрируйтесь на том, чтобы заниматься собой и своими близкими. Вторая важная новость. То, о чем спекулируют политики. Я не смотрю ящик. Я вижу, что происходит дискуссия. Уже на этой неделе будет голосование по рынку земли. Рынок земли это такой драйвер, который может запустить украинскую экономику и привезти сюда большие деньги. Я думаю, что все вот эти вот качели, связанные с тем, что у нас сейчас купят полстраны, они все описаны в законе. И что если вам охота разобраться в этом вопросе, берете проект закона и читаете. По коронавирусу, кстати, всего 10 тысяч человек. Когда в России 3,5 миллиона туберкулезников. В Украине, наверное, миллион туберкулезников. Каждый день на дорогах страны гибнет гораздо больше людей. О чем вы думаете? О чем вы вообще разговариваете? Вы не о том думаете. Брэкзит. Как-то на Айронмене я встретил интересного чувака. Он британец. И он мне так интересно рассказал. Вот глазами взрослого, умного британца. Я думаю, что за Брэкзит проголосовали старики. И они проголосовали не потому, что они думают, что так будет лучше. Они проголосовали за ту Англию, которая была 20 лет назад. Которая была 30 лет назад. Когда у них отлично стоял. У них был высокий тестерстерон. У них много было секса, рок-н-ролла. Я не знаю, там сигарет, марихуаны, еще чего-то, еще чего-то. И они проголосовали за ту Англию. На самом деле, если купить марихуаны сейчас в Англии, то будет точно так же. Но дело не в этом. Наступает новая реальность. Она будет какая-то другая. Кому будет от этого лучше? Я думаю, что больше потеряет, конечно, Англия. И я думаю, что в целом это вообще происки американской разведки, которая хочет ослабить Европу как основного конкурента своего здесь, на этом континенте. Это, конечно, хреново, но не критично. А по поводу курса доллара, я думаю, что его приподняли специально для того, чтобы не выстебывались экспортеры. Будет 3-4 года низкий доллар, он будет постоянный, а потом он как лупанет, но это будет когда-то, но не сейчас. Поэтому в короткую надо быть в гривне. А если вам интересна эта тема, то вы ставьте в комментариях, как-то отметьте это хотя бы двумя-тремя словами. Потому что я пишу, я смотрю комментарии, если я вижу, что вам это надо, я буду драйвить, я буду заниматься. Основная новость сегодняшнего дня, это то, что мы сегодня зачали новый Iron Business Space. Что это такое? Все желающие могут презентовать стартапы свои, свои идеи. Мы их будем чуть-чуть критиковать. Если они будут иметь право на жизнь, мы будем пробовать их поддерживать. Сразу предупреждаю, всякое говно не предлагать. Iron Business Space. Почему Space? Потому что мы делаем это прямо на Майдане Незалежности, на базе Spaces. Это огромное пространство. Оно офигенно классное, в офигенном месте, очень атмосферное. И ребята нам предоставляют все свое пространство для того, чтобы мы там тусовали. Почему Iron? Потому что было два варианта. Run и Iron. И я решил, что будет Iron, потому что всегда те, кто бегают, они все равно приходят к Iron Man, поэтому это будет участь. Но основное, это точка входа. Точка входа, она состоит в том, что если ты хочешь быть в нашем комьюнити, тебе надо обязательно пробегать 10 километров. Все менторы, а их у нас четверо, все участники бегают по воскресеньям. Есть люди, которые приходят впервые и бегают немножко меньше, но это только начало. Расчет на то, что вы бежите и вокруг вас такие же светлые люди бегут. И, например, если вы пришли первый раз и вы видите, как все убегают, это, знаете, не для того, чтобы вы подумали, что вы ничтожество, что они лучше бегут, чем вы. А это для того, чтобы вы подумали, сколько вам надо потренироваться в течение следующей недели, чтобы на следующее воскресенье прийти и пробежать уже с ними. А еще через несколько воскресеньев обогнать их. Вот сегодня мы бежали час двадцать. Все бежим по одному маршруту. Бежим на Труханов остров. Бежим 40 минут и разворачиваемся. Бежим 40 минут обратно. Если кто отвалился, то просто 40 минут и разворачиваемся, бежим обратно. Пробежали почти 17 километров и со мной прибежало 8 человек. Кто-то молодой предприниматель, кто-то СММщик, кто-то занимается недвижимостью, кто-то занимается машинами, кто-то занимается каким-то мелким средним бизнесом. У нас, к сожалению, меньше пока женщин. Но это призыв к женщинам, чтобы вы приходили к нам, погружались в это пространство, потому что там много женихов хороших. Но я уже пенсионер, я уже ладно. Но ребят просто колоссальное количество, поэтому присоединяйтесь к нам. Где вы за нами можете следить? Вы можете зайти ко мне в страву и смотреть, как мы бегаем в воскресенье. Вы можете подписаться на наш телеграм-канал, который мы сегодня уже презентуем. Подписаться на мою инстаграм-страницу, которая называется «Воскресный бег» латинскими буквами. В следующее воскресенье мы бежим с Пирогова Николая в 11 часов. И у нас будет небывалый гость, который приедет к нам побегать. Это Евгений Ройзман. Это мой друг, это мой наставник, это очень авторитетный для меня человек. Я сегодня ребятам сказал, что если вы хотите понять, кто такой Ройзман, можете посмотреть интервью у меня на канале, вот ссылочка. А можете посмотреть у Дудя, тоже ссылочка. И тогда вы поймете, с кем вам посчастливится общаться в следующее воскресенье. Поэтому не упустите свой шанс. А к Николаю мы переедем только потому, что там есть пироги. И там мы можем посидеть огромной компанией, выпить чаю, пирогами и просто потрещать обо всем. Нацбанк снизил учетную ставку до 11% ГДВ и погрозился пальчиком, что скоро снизит до 7. А что это обозначает? Нацбанк с Минфином снижает стоимость своих расходов по облигациям внутреннего казначейского займа. Сейчас шара для нерезидентов немножко становится более, скажем, не такой шарой. На самом деле еще шара продолжается, потому что 11% это очень высокая ставка. 7% уже куда не шло. Но в целом могу сказать, что, наверное, кредитование начнется, когда учетная ставка будет процента 4, а может быть 5. Основная проблема в том, что кредиты не выдаются. Кредитования нет. Кто бы там что ни говорил, но получить кредит по нормальной ставке невозможно. Бизнес кредитуется по всяким рикетерским темам 2% в месяц, 3% в месяц. Это просто crazy price. Можно будет говорить о каком-то устойчивом развитии, когда ставка кредитования будет 14-15% годовых в гривне. И это будет доступно. И это будет не нарисовано, когда это будут делать все. Сегодня рынок банковский выглядит таким образом. Первая часть. Это не резиденты, которые зажали яйца, накупились ОГВЗ и живут себе припеваючи, потому что им Носбанк платит и Минфин по ОГВЗ. В начале еще прошлого года платила 18% годовых. Вдумайтесь, 18% годовых тебе платит, гарантирует государство твоими доходами 18% годовых. Зачем? При практически абсолютно ровном курсе доллара. То есть, что год назад было 26%, что сейчас 24% было. Это одно и то же. Это супер доходы. Не надо никого кредитовать. Это не имеет смысла, потому что надо кредитовать с большим риском, закладывать туда еще ставку. То есть, если они выдавали на гору какие-то кредиты, то это уже было 24-25%. И это очень хорошим клиентам, которые прошли сквозь огонь и воду медные трубы. Второе. Государственные банки. Это Ощадок, СИМ, ГАЗ. Все знают, чтобы зайти в государственный банк, надо коррумпировать кого-то. Я, конечно, сейчас скажу Крамолу, но как бы это факт. Там, наверное, существуют какие-то низкие ставки. Там, наверное, существуют какие-то специальные программы для специальных людей, для специального бизнеса. При всех властях, до нынешней власти, при Януковиче кредитовали Колесникова, при Яценюке кредитовали его одногруппников Черновцов, при Порошенко кредитовали все порошенковские бизнесы. Это все было исключительно из Госбанка по ставке 0, 4-5% годовых. Я надеюсь, что эта вся тенденция наконец-то закончится. И остается третья группа. Те банки, у которых последний хер без соли доедают. У них нет денег на докапитализацию, их не закрыли по счастливой случайности во время Гонтаревой. Типа эпоха закрытия банков закончилась, поэтому за прошлый год никого не закрыли, но много хотели. Но, по крайней мере, этим банкам все равно очень тяжело. Поэтому, снижая ставку Нацбанка до 7 и, может быть, в какой-то перспективе еще ниже, у нас теплится маленькая, малюсенькая надежда на то, что когда-то банки-нерезиденты, которые сегодня составляют в структуре украинской банковской системы, наверное, процентов 50, начнут кого-то кредитовать. Потому что у них закончится игла, на которой они сидят, в виде доходов, гарантированных государством. Вот так лучше сформулировать. Там всякую чушь такую несут, типа там, Украина на грани дефолта, все подслушали Гончарука, и там дыра 50 миллиардов. Друзья мои, это полная хинея. Действительно, я думаю, что у Гончарука дела не очень. Но за счет того, что в стране позитив и ожидание завтрашнего дня лучше, чем вчера, и последовательной позиции Зеленского на тему выполнения своих предвыборных обещаний, в том числе приватизация земли, снижение коммунала. И в этом есть реальное подтверждение. В том числе укрепление курса доллара. Как бы там ни было, это такие приятные моменты, которые каждому украинцу делают. Вот такой вот чуть-чуть позитив, что он чуть-чуть нажил, что он чуть-чуть стал богаче. Да хотя бы на 2 пункта, хотя бы на 10 процентов доллар укрепился. Точнее говоря, гривна укрепилась относительно доллара. 16 февраля я буду бежать трейл во Львовской области. Это 30 километров от Львова, вы можете погуглить. А может быть я в комментариях и дам ссылочку на этот пробег. Приезжайте, побежим вместе. Там водичку даже раздают на пунктах питания. Будьте лучше, про коронавирус забудьте. Просто занимайтесь своим иммунитетом. И приходите к нам на воскресный бег. У нас офигенная комьюнити. Действительно. Особое отношение к женщинам. Их очень мало. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. И будьте первыми, кому приходят сообщения о том, что на канале появился новый выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok